Приветствую вас! И вы знаете, у вашего вопроса есть два аспекта, на которые мне хотелось бы обратить ваше внимание. Первый аспект касается того, что вы хотите сказать своей троюродной сестре, как можно мягче, о том, что она не экономит воду. Возникает у нас довольно-таки логичный вопрос, но сестра же ваша, она ведь знает, наверное, что стоят счетчики, знает, наверное, на сколько это стоит. И все равно получается, зная это, продолжает очень неэкономно расходовать воду. Скорее всего, ее изначально не очень-то волновало то, что это может вам войти в копеечку, как вы говорите. Скорее всего, ее изначально не очень беспокоило то, что вы можете как-то вот, ну, довольно сильно тратиться, да, на оплату воды. Которая изначально, что если вы ей намекнете, скорее всего, она просто-напросто сделает вид, что не услышала вас. По крайней мере, такая ситуация вполне вармон. И если мы говорим об этой ситуации, то вам нужно сказать ей достаточно жестко, но мягко. Сказать ей, милая, в последнее время мне очень большие счета приходят за воду. И мне накладно их оплачивать. Давай подумаем, как бы мы вместе могли выйти из этой ситуации, потому что водой пользуюсь все-таки ты. Вряд ли можно найти более обтекаемую, не обвиняющую формулировку для раскрытия подобного вопроса. Вряд ли можно найти более, знаете, демократичного, более демократичный ответ на подобную проблему. Далее. Следующий аспект заключается в том, что вы почему-то боитесь сдавать свою квартиру чужим людям. А значит, боитесь того, что подруга, вот эта сестра, прошу прощения, сестра вашего уйдет из этой квартиры. И вам нужно будет искать других квартирапов. Соответственно, вникает вопрос к вам. А почему вы боитесь искать других квартирапов? С чем связан ваш страх? Ведь вы не понимаете, что пока вы боитесь, вы зависимы от, условно говоря, вы зависимы от своей сестры. И эта зависимость от вашей сестры делает вас несвободны. И если вы не свободны от нее, то вы не можете поступать правильно, вы не можете поступать так, как вам хочется. А это всегда, так или иначе, ограничение для вас. И именно поэтому вам необходимо поработать со своими страхами. Вам необходимо понять, чего вы боитесь и почему вы боитесь. Вам необходимо постараться это для себя определить. Вот предположим, что вы боитесь тех, ну скажем так, тех последствий, которые могут появиться у вас, если появятся другие люди в вашей квартире. Предположим, что вы боитесь этого. Тогда давайте подумаем. Что такого страшного произойдет, если вы будете искать других квартирапов? Ведь можно найти людей, которые вам будут по душе. Можно найти таких людей, которые будут называть вам доверие. И все. Чего вы боитесь? Почему вы боитесь? Это мистическое представление. Любое мистическое представление вам будет только мечтать. К сожалению. И поэтому его, это мистическое представление, нужно рационализировать. Рационализировать как? Ну, в первую очередь, конечно же, спрашивая себя. Задавая себе вопрос. Чего я боюсь? Случилось ли то, чего я боюсь? Ну вот, вы разместили, например, объявление, да? Вы разместили объявление, вам страст. Спрашивайте себя. Случилось ли то, чего я боюсь? Нет. Вам звонит человек, который хочет снять у вас квартиру. Он вам страшно. Вы спрашиваете себя. Случилось ли то, чего я боюсь? И вот так вы себя спрашиваете, спрашиваете, спрашиваете. Пока не поймете, что ничего страшного не происходит. Или если вдруг все же что-то случится, задавайте себе другой вопрос. Так не страшно, что-то случилось. Представьте себе самый неприятный для вас расклад. И продумайте свое поведение в нем, в этой ситуации. Продумайте. И я уверен, что вам будет куда легче жить с этим страшным. И, конечно же, надо бы с вами поработать, чтобы понять, откуда у вас эта боязнь. Откуда она у вас, какова ее природа. Это очень-очень важно, чтобы освободить вас от этих переживаний, которые делают, по сути, вас не свободны. Сестра, она, вероятнее всего, знает, что вы боитесь. Она, вероятнее всего, догадывается, что вы не хотите терять ее, как квартиранта. И именно поэтому пользуются тем, что вы ею дорожите. Понимаете, вы можете идти на помаду у своего страха и быть несвободной, пытаясь адаптироваться к условиям. Вы можете выйти за пределы своего страха и стать свободной, и самостоятельно решать, как все будет обстоять в вашей жизни. В том числе и в квартире. Поэтому, что делать, отвечать вам. А я надеюсь, что мой ответ был вам полезен. Если какие-то вопросы дополнительные у вас остались, буду рад помочь. Пишите в личку. Если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго, удачи и принятия верного решения обновлительно своей жизни. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok